Библейский портал экзегет.ру представляет 43 глава из книги «Бытия», читая перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Мы говорили в прошлый раз, что эти главы очень длинные, подробные, с множеством деталей. Это не просто подробности семейной хроники из жизни Иосифа и его братьев. Это рассказ о примирении, рассказ о прощении, как оно случается. И что именно поэтому эти главы настолько важны. Они идут ближе к концу книги «Бытия», а ближе к началу была история о грехопадении человека. Адам и Ева, потом Каин и Авель. Человечество пошло по какому-то неверному пути, как примириться с Богом и друг с другом. Как работает примирение? Просто сказать, а ладно, ерунда, прощаю. Не сработает. И сработает так, что человек решит, что ему теперь все можно до бесконечности. И что делает Иосиф? Он ставит своих братьев перед примерно тем же выбором, перед которым они стояли, когда его продавали. Он задержал одного Симеона и сказал, вы мне рассказывали про свою семью? Идите, приведите ко мне Вениамина, младшего, и сына Иакова, той же самой жены, что Иосиф. То есть его любимого брата, который не участвовал в продаже его в рабство. Единственный, кто ему братишкой и остался. Приведите мне Вениамина, и тогда я отпущу Симеона. И смотрите, вот для него это беспроигрышная ситуация. Ну, либо если они предатели по-прежнему, то они просто не придут, у него с ним никаких отношений нет. Ну, а Симеона, наверное, там можно будет или отпустить, или наказать, уж сам решит как. А если придут Вениамина, вообще шикарно, да, то есть Вениамин может остаться с ним, а братья, ну, по поведению, да. То есть он дает им возможность выбора, он дает им возможность исправить то, что они сделали, повторив этот выбор, но по-другому, да, сделав другой выбор в аналогичной ситуации. Ну, а тем временем везде голод, и у них мощный стимул у братьев Иосифа вернуться в Египет. Но голод становился все сильнее. Когда зерно, привезенное из Египта, кончилось, отец сказал, привезите еще хоть немного зерна. Помните, он не отпускал их в Египет, потому что, ну как, Вениамина заберете, и все, и вообще никто не вернется ко мне. Иуда ответил, Иуда. Иуда. Еще один. Помните, как он в истории с Иосифом там особо про него не сказан, но после этой истории он там со своей невесткой Тамарь или Фомарь, как все на дальнем переводе, обходился вот прямо как деспот полный, да, вот он ни слова не слушал, только отдавал команду сжечь ее там, не сжечь и так далее. Иуда. Иуда. Тот человек предупреждал нас строго-настрого, чтобы мы без младшего брата, и мы на глаза не показывались. Если ты его с нами отпустишь, то мы пойдем за зерном для тебя. Если не отпустишь, незачем нам идти, раз тот человек велел нам без брата на глаза ему не показываться. Он по-прежнему резок, он говорит с отцом в конце концов, ставит ему однозначные условия, но посмотрим, что будет дальше. «Ну зачем, навлекли вы на меня это несчастье?» — сказал Израиль. Израиль, он же Яков. «Зачем проговорили, что у вас есть еще один брат?» Они ответили, тот человек обо всем расспрашивал, о нас самих, о наших родных, жив ли наш отец, есть ли у нас еще братья. Он спрашивал, мы отвечали, кто же мог знать, что он прикажет, чтобы мы привели к нему младшего брата. То есть мы честные, по крайней мере мы честные. Может быть, глупо себя повели, но честные. Тоже важный момент, да, вот их покаяние начинается с честного отношения к жизни. «И сказал Иуда своему отцу Израилю, отпусти его со мной, и мы пойдем. И тогда все выживут, спасутся от голодной смерти, и мы, и ты сам, и наши дети. Я головой тебе ручаюсь, что он вернется. С меня и спросишь, если не приведу его к тебе обратно, то до конца дней буду пред тобой виновен». Вот смотрите, там в прошлой главе Рувим брал на себя ответственность. Здесь Иуда ее берет еще более четко и внятно. Рувим там предлагал какую-то нелепицу, убить двух моих сыновей, говорил он своему отцу, то есть двух своих внуков убей, если я тебя не верну твоих. Ну, что за такая идея, да? Лишившись сыновей, он внуков еще будет убивать, да? А Иуда говорит, я буду до конца виновен. То есть, делай что хочешь уже. Он не ставит никаких условий, он просто принимает на себя ответственность. А ведь если бы мы не медлили, мы бы уже два раза сходили туда и обратно. Ну, по-прежнему он рисковат, да, такой он. Ну, что ж, сказал Израиль, тогда сделайте вот что. Наполните свои мешки всем, чем богата наша земля. Бальзамом, медом, ладаном, благовонными смолами, фисташками, миндалем. Ну, да, вот богатый ассортимент. В Египте там все-таки много зерна, но мало вот таких товаров роскоши, которые природного происхождения. И отвезите этому человеку в дар. Серебра с собой возьмите вдвое больше, чтобы вернуть то, что вам положили в мешке. Они, похоже, ошиблись. Помните, там в прошлой главе они получили зерно бесплатно, к ним вернулось их серебро. Ну, денег, как монет, еще не было, или тем более купюр. А это было серебро на вес. Значит, верните ему то и еще возьмите лишнее. Берите Вениамина с собой и ступайте опять к этому человеку. Пусть бог всесильный сделает его милостивым к вам, чтобы он отпустил и того брата, Симеон там у него в заложниках, и Вениамина. А что до меня, то, коль суждено мне терять детей, так значит суждено. Вот смотрите, Израиляков у нас, мы уже говорили, после борьбы с незнакомцем, в 32 главе он становится таким удивительно, я бы сказал, пассивным, но это не точно. Смиренным, может быть. До этого он все время настаивает на своем, борется с богом и с людьми, все время хочет все переделать. А здесь он просто принимает жизнь такой, какая она есть. После той борьбы. Но это сейчас не его история, главное здесь другие. Братья приготовили дары, серебра взяли вдвое больше, чем в прошлый раз, и придя в Египет, предстали пред Иосифом. На этот раз вместе с Вениамином. Как он и требовал. Когда Иосиф увидел, что с ними Вениамин, то сказал своему управляющему. Он увидел, что они исполнили его требования, и Вениамин единственный, кто не предавал. Кто Иосифу настоящий брат? Сказал своему управляющему, отведи этих людей ко мне в дом. Забей, сколько нужно скота и приготовь еды. Сегодня в полдень они будут обедать со мной. Устраивает праздничное пиршество, которое не обязан устраивать абсолютно. Они пришли всего лишь зерно купить, он их принимает на торжественной трапезе. Второй человек в государстве. Выполняя распоряжение Иосифа, управляющий повел братьев к нему в дом. Но по дороге испугавшись. Понятно, они не понимают, что происходит. Их все пугает. Любое благодеяние по отношению к ним кажется им угрозой. И мы говорили о том, что это образ человека, который сознает свою вину перед Богом. Испугавшись, братья стали говорить друг другу. Нас туда ведут из-за серебра, которое тогда оказалось у нас в мешках. Они на нас нападут, набросятся на нас, захватят нас в рабство и заберут наших ослов. Ослов самое главное. Вот человек в минуту тревоги иногда хватается за самую мелочь. И на пороге дома они обратились к управляющему. Позволь сказать, господин наш, мы уже приходили сюда один раз за зерном. А ночью на привале по дороге обратно мы открыли наши мешки. У каждого в мешке сверху оказалось его серебро. Ровно столько, сколько он заплатил. Мы это серебро принесли обратно. Еще принесли серебра, чтобы купить зерно. А кто тогда подложил нам серебро в мешки, мы не знаем. Откупиться, откупиться, откупиться. Вот денежек, денежек, денежек возьми, нас только не трогай. Вот тоже состояние этого испуганного человека, сознающего свою вину. Вот я отдам это, даже ослов, если так уж нужно, ослов даже можно забрать, только меня не трогай. Ну, про ослов я присочинил, конечно. Успокойтесь, сказал им управляющий, не бойтесь. Наверное, ваш бог, бог вашего отца тайно положил это вам в мешки ваше серебро, а тогда получил сполна. А Иосиф с ними совершенно не собирается торговаться, рассчитываться деньгами за обиду. Нет, ему нужно другое. Богу от нас тоже нужно не материальное, вот то, что мы ему там дадим. Даже очень может быть щедрое. Как Авраам готов был принести Исаака в жертву. А эти люди на что будут готовы? Он вывел к ним Симеона, который был в заложниках, да, пригласил их всех к дому Иосифа, принес им воды вымыть ноги и задал ослам корма. Братья разложили свои дары, чтобы в полдень встретить Иосифа. Ему же сказали, что они будут там обедать. Вот они ждут того, кто примет решение, да, суда, по сути, над собой. Когда Иосиф вернулся домой, они поднесли ему дары, пари преднимниц, а он приветствовал их и спросил, «Как поживает ваш старик, отец, о котором вы мне рассказывали, жив ли он?» Это же его отец. «Отец, наш раб твой жив и здравствует», — отвечали братья, и, поклонившись, простерлись перед ним на земле. Иосиф посмотрел на Вениамина, своего родного брата. «Так это, — сказал он, — есть ваш младший брат, о котором вы говорили мне?» И промолвил, «Да будет Бог милостив к тебе, сынок». Сердце его сжалось от любви к брату, он едва не разрыдался, поспешно ушел в другую комнату и там заплакал. Да, вот смотрите, а Иосиф играет роль. Он хочет до конца посмотреть на то, что произойдет. Он не торопится их ни обличить, ни наказать, ни простить. Он проводит их последовательно через ситуации, где они должны сделать подобный выбор, предать брата или нет. И какой выбор они сделают, от этого зависит их дальнейшая судьба. «Потом умылся, вновь вышел к гостям, взяв себя в руки, приказал подать еду. Иосифа подавали отдельно, гостям отдельно, египтянам отдельно. Египтяне не едят вместе с евреями, чтобы не оскверниться». Но вот эти ритуальные трапезы, которые иногда следуют всевозможным правилам, в данном случае братья не могут поесть вместе. Внешне потому, что Иосиф египтянин, хотя это не так. А по сути потому, что они предали его, у них нет повода сесть за один стол. Братья расселись перед Иосифом по порядку, от старшего к младшему. Но как обычно, на традиционной трапезе в Средней Азии до сих пор так садятся никто, как смог. А вот здесь почетный год, здесь второй год, здесь третий, здесь хозяин. От старшего к младшему и в изумлении переглядывались. А Иосиф посылал им кушание со своего стола, причем Вениаминов пятеро больше, чем остальным. Смотрите, он выделяет Вениамина, хотя Вениамин самый младший. Тогда Иосиф был любимчиком, помните? И братья его за это возненавидели. А теперь любимчик Вениамин, его этот загадочный египтянин благословил. Его он кормит в пять раз больше, в пять раз слаще. Любимчик, любимчик, любимчик. Возненавидят или нет? И пили они, и пировали вместе с Иосифом. Ну, узнаем, как они поступят по отношению к Вениамину. Это будет у нас уже в следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok